На автодороге соединяющей села Федоровка и Виноградовка в серьезной аварии разбитый легковой автомобиль и микрогрузовик ранены два человека. В больницу увезли пассажиров обоих автомобилей. 17-летняя девушка, ехавшая в Ниссане Атлас, травмировала голову. У сидевшего в королле на переднем сидении мужчины открытый перелом ключицы. Виновником аварии полицейские без тени сомнений назвали шофера легковой машины. Именно он выехал на встречную часть дороги и врезался в грузовик. Нарушитель ехал из Виноградовки. Был не трезв. Этот факт автоинспекторы зафиксировали аппаратно. Я не пьяный был. Вы же продули тест. Прошли. Во-первых, это другой человек сидел за рулем. Вон он, молодой человек стоит. Вон он. Возьмите у него объяснение. А он кто? Он был водитель. Я сидел на пассажирском сидении и получил травму. Сейчас сидим, разбираемся. Много выпили? Да нет. Нарушитель использовал обычный прием желающих отвертеться. Пытался виртуально усадить за руль своего трезвого знакомого, который оперативно приехал на место ДТП. Выгода очевидна. Лихач не лишится прав и отвертится от 30-тысячного штрафа. Однако подставной водитель Шурин, виновника аварии, навязанной роли был не рад и брать на себя ответственность не торопился. Ну, знакомый мой приехал, посмотреть, как что-то поддержать. Почему он в аварию попал? Не знаю. Может, скорость неправильно выбрал. Может, зазевался. Всяко было. Вас не смешает, что он пьяный? Ну, может быть. Я не знаю. Виновника ДТП изобличал второй участник столкновения. 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком, своими глазами видел, кто сидел на пассажирском сидении Короллы. Как и легковая машина, Атлас восстановлению не подлежит. Он принадлежит отцу юноши, который ехал из Федоровки в обществе подруги. Когда встречная легковая машина вдруг вильнула в его сторону, делать что-либо было уже поздно. Личность виновника ДТП, похоже, связана с еще одним инцидентом. Незадолго до этой аварии в Виноградовке человек, весьма похожий на шофера Короллы, похитил спиртное в местном магазине, не рассчитавшись за покупку. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.